Программу «Арендное жилье» в Приморье запустили три года назад. В Крае к тому моменту уже велась активная работа по привлечению квалифицированных кадров, как приезжих, так и своих, но не имеющих собственного жилья. Региону потребовался большой объем свободных квартир для размещения специалистов, и именно поэтому началось строительство арендного жилья по всему Приморью. «Доступность социальной инфраструктуры и жилья – важный, зачастую определяющий аргумент в пользу того, чтобы остаться на Дальнем Востоке или приехать сюда для учебы, работы, жизни». Инициированная губернатором Олегом Кожемяко программа одновременно стартовала почти в полутора десятках населенных пунктов края. Сегодня, на начало 2024 года, ключи от арендного жилья уже получили более полутора тысяч квалифицированных специалистов. Строительство таких квартир продолжается. «Каждый год мы будем сдавать порядка 800 квартир и дают возможность людям снять это арендное жилье для работников бюджетной сферы и в последующем сразу вступить в ипотеку. У нас работает краевая программа, молодые семьи могут работать по дальневосточной ипотеке, поэтому такой порядок позволяет людям, во-первых, закрепиться здесь, привлечь молодые кадры». В 2023 году в дополнение к существующей программе добавилась еще одна – президентская. По поручению главы государства стартовал проект «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». И Приморье стало первым субъектом в регионе, где начали сдавать дома с арендными квартирами. Первое такое новоселье востребованные специалисты справили в доме на улице Сочинской во Владивостоке. На подходе еще несколько домов. И не только в дальневосточной столице. «Мы сделаем все, обладая большим опытом создания арендного жилья, чтобы эти квартиры были уютными, они были мобилированы, чтобы тем людям, которые заедут в эти жилья, было комфортно, уютно». Механизм привлечения квалифицированных кадров с помощью доступного жилья уже доказал свою эффективность. Он прост и понятен людям. Большинство молодых специалистов еще не заработали на собственную квартиру. И коммерческое жилье для них – очень хороший вариант. Платить за жилье, которое на рынке недвижимости стоит около 40 тысяч в месяц, достаточно всего 10-15 тысяч. Это здорово экономит семейный бюджет, создает для трудовых кадров благоприятный финансовый фундамент. «Любое жилье, которое мы предоставляем молодым людям, а участникам этой программы в основном граждане до 35 лет. Причем это люди, которые могут приехать из других субъектов Российской Федерации. Конечно же, она нацелена на то, чтобы мы привлекали нужных специалистов». Социальный эффект от программы льготного арендного жилья в Приморье уже хорошо виден. Современная, качественная и удобная квартира, за которую к тому же платишь только треть, а остальное государство – это очень сильный фактор при выборе, в каком городе работать. В большинстве случаев это даже главная условия для переезда в другой регион. Квартиры с льготной арендой в Приморье заселяются сразу после строительства, и спрос на них не падает, а значит программа будет продолжаться.